Девушки отдыхают Папа Папа Тостер починен Папа, у тебя до сих пор аллергия на собачью шерсть Ты опять просишь собаку? А ты знаешь, что это большая ответственность? Дедушка! Папа разрешил собаку! Не пилю кердек Мама! Папа разрешил собаку! Волк! Ха-ха-ха! Папа разрешил мне собаку! Круто! О, а что это у тебя? Посылку попросили передать Он что, волшебный? Наверное, простой булыж Почтовым червем передавать не станут Дорого Почтовый червь? Да, эти существа могут доставить посылку куда угодно И, что самое главное, кому угодно Странно Я думал, ты и сам можешь переместиться куда хочешь Да, но почтовые черви круче Эти ребята найдут любого Вам повезло В вашем мире есть путь приема посылок Посылка Адрес Доставка уже оплачена Хорошо Класс! Ладно, пошли О! Смотри, раньше этого шкафа не было Очень удобно Пошли через него В чем дело? Почему опять беспорядок? Чего? Перед тем, как просить у папы собаку Я убрался в комнате Не пилю, гердык А сейчас мама из магазина вернется Сейчас эти часы отстают от моих на 52 минуты А утром они шли синхронно Я почти уверен, что мы каким-то образом вернулись в прошлое Мама! Дедушка! Папа не разрешил мне собаку! Мы вошли в этот шкаф и оказались в прошлом Шкаф как шкаф Не думаю, что причина в нем Давай попробуем Расхождение увеличилось еще на 52 минуты Каждый проход через этот шкаф посылает в прошлое на 52 минуты Петя, мы же договорились, что никаких собак в доме Папа, это же волк Вы же знакомы? Первый раз вижу Петя, мама поехала к дедушке на кладбище Что? И просила... Мы не просто попадаем в прошлое Это измененное прошлое В прошлом, где мы сейчас находимся Дедушка уже вот как умер Смотри Это я? Петя, Петя Я не контролирую этот шкаф В следующем прошлом может быть еще хуже Дедушка умер Я какой-то гопник Хуже, чем здесь быть не может Вот, а я тебе говорил А где мама с папой? Варя! Варенька! Я поймал нам крысу на обед! А дедушка? Побежали Давай, давай, быстрее Нам повезло! Шкаф цел! Пожалуйста, пожалуйста Пусть этот кошмар закончится Я могу перенести тебя в сотню миров Где ты будешь принцем Я не хочу быть принцем Я хочу быть с мамой, папой и дедушкой Да может быть другой, Петя Ну и что? Я все объясню, и мы сможем жить вместе Город целый? Разрушений нет? Никакого апокалипсиса? Только тихо почему-то Дедушка, ты живой! Кажется, не совсем живой Он зомби Все в сборе Как ты и хотел Шкафа нет! Я не могу здесь остаться! Петя! Сюда! А может, если мы вернемся сейчас ко мне Там все будет по-старому Еще раз! Клюет? Я застрял здесь Я все время хотел прошлое получше А получал все хуже и хуже Зачем мы вообще зашли в этот проклятый шкаф? Что это за шкаф такой? Почему он такое с нами сделал? Я без понятия Со мной первый раз такое случается Ну, может, тебе нужно лучше сосредоточиться Я могу перемещаться в пространстве И даже в гиперпространстве Но я не могу перемещаться во времени Как почтовый червь А они что, могут? Колокольчика для вызова червя нет Видимо, в этом мире Нет пункта приема посылок Это не честно! Это не мое прошлое! Ладно Будем исправлять чужие ошибки Что ты задумал? А что мне остается? Другого моего мира у меня теперь нет Нужно возвращать к жизни Этот У會 Ну и еще есть Другого моего мира Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В Пензе губернатору отказываются делать инъекции Пишут, что пока он зомби, порядка больше Это еще что такое? О, а я уж устал искать тебя Тут неразборчиво время написано Два часа дня, 15 минут, 23 секунды А, понял А, подождите! Вы можете доставить нас туда, где вы получали от нас посылку? Петя, подожди! Как же так? Тебе в среду вручают медаль за спасение человечества Папа! Пусть идут! Смотри, этот шкаф стоит А этот шкаф не Белунгов Что? Они его отправить хотели А он по габаритам не прошел Они его здесь и оставили Разве можно такие вещи просто на улице оставлять? Я тебя умоляю Возле пунктов приема такое порой раскидано Так что вы-то поосторожнее Чао! Петя! Где ты шляешься? На звонки не отвечаешь Пять минут двенадцатого Ночь на дворе Папа! Хоть бы позвонил Здесь нельзя город ставить Одни болота комары заедят Так, посылка доставлена Да Пошли отсюда А с другой стороны Отчего нельзя? Камень здесь есть Лес тоже Будем строить Петербург Назовем Кто поможет всегда и бесплатно Кто разрулит дела Аккуратно Кто всех выручит Кто всех вытащит Кто спасатель проблемы Решет Петя! И волк Петя! И волк Петя! И волк Петя! И волк Петя, мне не нравится эта тенденция Тройка, тройка, двойка И опять тройка Ты совсем забросил учебу Звонила тренер Сказала, что ты уже месяц Не ходишь на тренировки И совсем не делаешь никакой работы по дому Ой Зачем? Пока не исправишь все оценки в школе Не возобновишь тренировки И в конце концов Не начнешь помогать маме по дому Никаких приключений Мы молодцы Мы все сделали правильно Все правильно Мы должны, должны были это сделать Петя! Почему шкаф не открывается? Родители закрыли Сказали никаких приключений Серьезно? Хм А дело-то интересное Какое? Че рассказывать? Все равно не можешь Ну, если быстро и никто не заметит Я не влезу в ящик стола Пойдем к шкафу в коридоре Это мир с продвинутыми технологиями в области клонирования Они здесь делают клоны для большинства остальных миров О, а с этим что не так? Его заказал популярный актер Чтобы побольше сниматься в кино Пока спрос есть А клон взял и сбежал Я сбежал Потому что он сам хотел сбежать от всего этого У меня его память Его чувства И его желания Однако хозяину твоему это Не понравилось Поэтому он тебя и меняет на другого А что с ним будет? А починем Мужик Давай я тебе дам автограф А ты меня отпустишь Хм А сколько стоит сделать клона? А тебе-то зачем? Красный Желтый Зеленый Синий Так Красный На тебе вся школа Желтый У тебя спортивные настройки Поэтому ходишь на тренировки Зеленый Ты по дому Синий Тебе юмор подкрутили Ты пока в тестовом режиме Но Тихо Но Самое главное Никто вас не должен видеть вместе Для всех я как был один Так и остался Понятно? Тупо это все Да Если у тебя не было времени на двойную жизнь Сделал бы одного клона Он бы за тебя все делал Зачем четверых-то? А я знаю зачем Да Он испугался, что если клон будет один Он может рано или поздно украсть его жизнь А если жизнь поделить на четырех То риск меньше Молоток Эй, контора опять закрыта Ну что, молодежь Готова к приключениям? У них свои дела Это было классно Одно из лучших наших приключений Не ори Я и забыл про вас А где остальные? На чердаке Поесть им принеси Мне, если честно Не хочется три ночи с четырех проводить на чердаке Вот стой А что ты предлагаешь? Надо сказать родокам Исключено Они не готовы к такому Увеличению семейства Ты не переживай Бывает в жизни как Сразу все навалится, понимаешь? И кажется, что вообще никогда не разберешь Но надо просто перетерпеть И все наладится, сынок Да я понимаю, пап Ты из-за меня не волнуйся Все нормально Мне кажется, что склонами надо как-то завязывать Все как-то странно Что-то есть в этом неправильное Так сдай их обратно А что делают с клонами, которых возвращают? Память и личность стирают И они больше не пяти А заготовки для других клонов Отлично Да нет, жуть какая Спасибо Мы будем искать другое решение Мы знаем, что ты был на фабрике клонов Да Но я передумал возвращать вас А откуда нам знать? Вы это я И должны понимать, что я на такое не пойду Мы это ты Но с условием, что нас можно сдать в переработку Я не буду вас сдавать Тогда надо сказать про нас родителям Не-не-не-не-не-не Будем искать другой вариант Тогда вариант Только один Петя, ты готов? Да, только нужно кое-что сделать сначала Красного волка все-таки придется сдать Что-то в нем, увы, сломалось Напал на меня вчера Дружище, мне самому все это ужасно неприятно Но с другой стороны Ты Петя Всего два дня А вдруг тебе вместо Пети Дадут гораздо более интересную личность? Ну не думаешь же ты всерьез Что школьник-ботан Это самое лучшее, кем можно быть Ну что ты хочешь сказать? Волк, это я Красный нацепил мне свой значок А откуда мне знать, что ты Оригинал? Мы вчера с тобой собирали золотую пыльцу Никто, кроме нас, об этом не знает Мама, папа Я провел исследование своего рождения И выяснил, что у меня есть братья-близнецы Их забрали в роддоме А вам ничего не сказали Петя Это не смешно Мне кажется, что он сейчас будет требовать собаку Собака это хорошо Но гораздо лучше, что я нашел трех своих братьев Привет, пап Варя Варя, что происходит? Варя У нас теперь четыре Пети Мама, папа Я потом все объясню Пять Я же сказал, что нужен другой вариант А теперь идите отсюда На чердак Не самый день на чердак Держись А кто из них наш? За кого болеть? Я вернусь, что это будет нечестно Ну-ка, прекратите Лентяй Значит, ты сделал себе клонов? Да А теперь не знаю, как это исправить Зачем исправлять? У тебя есть шанс прожить пять разных жизней Лично я могу прожить только свою собственную А они еще четыре Для меня это не имеет значения Без обид А для нас мама имеет Потому что это еще четыре продолжения нашей с ней жизни И что ты скажешь окружающим? В школе, на работе? Или ты их прятать будешь? Ошибка в роддоме Хорошая версия А вдруг начнут Наводить справки Все вскроется Надо переезжать в другой город В какой? В Саранск? И завтра решим Спокойной ночи Вы куда? Если мы все будем здесь Разной жизни у нас не получится А так Каждый выберет свой путь Да не надо никуда уходить Теперь-то уж чего Ты же сам всегда хотел убежать путешествовать В Антарктиду Сахару Или Гималайи Да, но я не мог оставить маму с папой Они бы не пережили Ну, а ты и остаешься Пока Извини, если что Спасибо тебе Тобой будет классно Варя Красный пишет, что в Антарктиде сейчас самое теплое время Ему поручили следить за метеорологической станцией Какой он у нас все-таки молодец Так Синий всех поздравляет И сообщает, что поднялся на все восьмитысячники И теперь работает гидом в Гималайи Зеленый шлет всем привет из Сахары А ты, Петя, с тройкой четверть закончил И опять в комнате беспорядок навел И спорт забросил Другие Пети вон Гордость семьи А тебе лишь бы в телевизор смотреть И в компьютер играть Да, тяжело тебе Кто-то должен был остаться Кто поможет всегда и бесплатно Кто разрулит дела аккуратно Кто всех выручит Кто всех вытащит Кто спасает и правда Проблема решает Мне Бега И волк Бега И волк Бега И волк Бега И волк Простите, а вы кто? Эй В чём дело? Ну что теперь скажешь, куда спрятал кристалл внушения? Волк, что происходит? Так, без понятия Они считают, что я украл какой-то их кристалл А я вообще ни при чём Будете висеть здесь, пока не вернёте кристалл Старик, я правда не при делах Плавал в речке, никого не трогал Вдруг эти появились? Я освобожу вас После пропажи кристалла Охотники хватают всех подряд А что за кристалл-то? Кристалл внушения Позволяет внушить кому угодно Что угодно Бегите, бегите Спасибо К тебе нельзя Они снова могут туда заявиться Давай к Марь Иване К училке, что ли? Да, там нас искать никто не будет Здрасте, Марь Ивановна Петя А этому что здесь надо? Петя, что происходит? Это двойник волка из параллельного мира Мы сейчас разберёмся Петя, там ещё ты есть Это ещё кто? Это мой напарник Зуб даю, что этот кристалл ищут Я посмотрел на вас И тоже захотел напарника Это хорошая идея Респект Но когда я пришёл к нему Он только боялся и плакал Поэтому мне и понадобился кристалл внушения Чтобы внушить ему, что мы можем, как и вы Быть друзьями А сюда ты зачем припёрся? Вы крепкая команда Вы разберётесь с этими охотниками А мы только начали налаживать понимание Нужно немедленно снять с меня С него этот зомбал обруч А ну-ка Так, а ну-ка отойди от него Он вообще не из твоего мира Зачем ты ему помогаешь? Посмотри, во что он меня превратил Это не ты Это другой Петя Которого мы вернём обратно домой Но сейчас мы ничего снимать не будем У него наверняка паника начнётся Никуда вы ничего не вернёте Это мой друг У вас свой путь дружбы А у нас свой Да он маньяк А раз так, Волк Возможно, ты тоже А кто из вас завтра читает доклад по Маяковскому? Понятно Слушай, он реально напортачил И я не он Но я понимаю, почему он такой У него никого нет, понимаешь? Никого То есть пусть водит этого зомбированного Петю Как баллонку И считает это дружбой? Нет, этого Петю мы у него заберём и вернём домой Но надо дать ему что-то взамен Что? Ещё одного Петю? Или кого мы найдём? Эй! Кто хочет надеть кристалл внушения? Может, найдём ему настоящего друга? Пусть он почувствует, что он не одинок Что есть те, кто ему всегда поможет Ты серьёзно? Мы помогаем куче незнакомых существ со всех вселенных Почему бы не помочь другому себе? Окей Я помогу другому себе Я сниму с него кристалл Ха-ха За мной! Быстро! Я говорил, что они приведут нас к кристаллу! Стой! Быстрее! Да-да! Отдайте кристалл! Вы окружены! Отпусти меня! Убери руки от моего друга Он не хочет быть плаксой Хочет быть героем Может, спросим у него, что он хочет? Друзья иногда это делают Если ты будешь оставаться настолько слепым Что считать это дружбой Ты никогда не заметишь того, кто сможет стать тебе настоящим другом И кто это будет? Не знаю Это может быть сюрпризом Ты мне обещал Перестань кричать Это какой-то кошмар Мне все это снится? Не совсем Ничего не понимаю Я спал Потом появился этот А теперь я здесь Я хочу домой Потерпи немного И мы вернем тебя в твою прежнюю жизнь Охотники! Они нас выследили! Не паникуй! Ты такой же, как я Просто когда наш мир распараллелился Ты занимался другим И тебе не хватает опыта приключений Но сейчас ты его быстро наберешь Ты уже чувствуешь, как страх отступает? Нет, не отступает Совсем не отступает Я хочу, чтобы все закончилось Тогда еще пару шагов Да надень на него кристалл Ему же самому легче будет Он выдержит! Со мной! Ты сможешь Нет! Нет! Я боюсь высоты! Отпустите меня! Я сейчас умру от страха! Давай! Ни за что! Они нас зажали! Нужно отдать кристалл! А-а-а! Ну что со мной происходит? Если отдадим, они нас не выпустят Эй! Отдайте кристалл! И мы вас не троним! Нет! А где кристалл? Не стреляйте! Не стреляйте! У меня то, что вам нужно! Ты молодец! Ты сделал правильный выбор Получишь награду Какую-нибудь технологию На которой заработаешь Много денег в своем мире Нет! В мой мир нельзя! Эти сумасшедшие Меня там снова найдут Я хочу туда Где им меня? Не найти! Неужели я больше никогда Не увижу маму, папу и дедушку? Ты совершил самое страшное предательство Которое можно совершить Ты предал себя Если бы меня предал я Я обязательно нашел бы себя И мне бы не поздоровилось Это единственный мир Куда не попасть Через гиперпространство Посылка доставлена Мы тебя еле нашли Зачем они тебя сюда притащили? Пошли! Что вы со мной сделаете? Доставим тебя домой А потом? Чего потом? Откуда я знаю? Будешь жить своей жизнью? А вы никогда не придете? Нет Я вам не верю! Они стреляют Клешнегенными пулями Его нужно срочно к врачу Почтовый червь Нас не дождался Нам не выбраться Кристалл! У нас кристалл! Перестаньте стрелять! Кажется, им все равно! Давай, давай! Как вы нас нашли? Мы достали кристалл поиска И кристалл перемещения Моря Ивановна! Семенков Не вздумай завтра пропустить контрольную Это причина неуважительная Какая контрольная? Мы завтра охотимся на Ктулху Ты что, напарник? Завтра весь день занят Две контрольных Родительское собрание Еще в рану идти Да когда же это все кончится? Мама! Петя! Что случилось? Мне приснилось, что из меня сделали боевого зомби Потом я встретил другого я А потом у меня вместо головы выросла клешня Бедный мой мальчик Бедный Думаю, какое-то время Ему не нужно смотреть телевизор Извини Где кристалл? Посмотри под диваном Нашел Кристальчик мой Старик, ты... Ты молодец Говори себе это почаще Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok